Всем привет! Меня зовут Паша, это канал Альфа Центавра, сегодня суббота, а значит вы смотрите нашу еженедельную подборку главных космических новостей. Подводя итоги прошлой недели, могу сказать, что больше всего вам понравились новости о тайне колец Сатурна и вести с полей или побережья Бока-Чика от SpaceX. Сегодня голосуйте, как всегда. Услышали интересную новость? Обратите внимание на её шифр в правом верхнем углу. Запишите шифры всех понравившихся новостей, и оставьте их в комментариях. А через неделю я вновь подведу итоги уже по этому выпуску. Переходим к актуальным событиям. На Международном астронавтическом конгрессе в Париже Ariane Group представила многоразовую верхнюю ступень Сьюзи для инновационных исследований. Новый концепт представляет собой комбинированный космический корабль и многоразовый разгонный блок, который, по мнению Ariane, будет использоваться для перевозки грузов или экипажей на низкую околоземную орбиту с последующим возвращением обратно на Землю при помощи вертикальной посадки. При длине 12 метров и диаметре 5 Сьюзи спроектирован так, чтобы быть достаточно просторным и вмещать до 5 астронавтов или 40 кубических метров груза. При массе в 7 тысяч килограммов его грузоподъёмность также значительна. Верхняя ступень, которая заменяет обтекатели ракеты-носителя, будет построена для широкого круга миссий по доставке ресурсов на космические станции и обслуживания спутников, а также для облегчения деятельности на орбите, включая смену экипажей. Сьюзи будет запущена с помощью первой ступени, а также одноразовой второй ступени Ariane 6, которая, по словам инженеров, не потребует каких-либо модификаций для автоматизированной грузовой версии ракеты. Для пилотируемых полётов потребуются некоторые незначительные изменения ракеты-носителя и обслуживающей инфраструктуры. Французская компания раскрыла и более долгосрочные и амбициозные планы. В частности, Сьюзи можно было бы соединить с более мощной первой ступенью многоразового использования, чтобы создать почти полностью многоразовую ракетную систему. По-прежнему может потребоваться орбитальная вторая ступень для выведения. По сути, эта идея почти копирует полностью многоразовую конструкцию носителя SpaceX Starship Super Heavy, хотя и для меньшей ракеты-носителя. Также есть надежда, что Сьюзи в конечном итоге можно будет использовать для полётов на Луну, с добавлением служебного модуля, который обеспечит его тягой, энергией и подачей воздуха, что позволит ракете достичь лунной орбиты. Прежде чем можно будет начать работу над Сьюзи, Ariane Group необходимо получить одобрение государств-членов Европейского космического агентства на заседании Совета на уровне министров, которое состоится в конце этого года. Многоразовая верхняя ступень была разработана с учётом амбиций Европы по исследованию космоса. Морена Бернардини, руководитель отдела стратегии и инноваций Ariane Group, сказала, что Сьюзи способна внести свой вклад в независимый доступ к космосу, а также открыть дверь для европейских космических исследований и удовлетворить коммерческие и научные потребности в космических услугах в ближайшие десятилетия. Оператор спутников наблюдения Земли в высоком разрешении Maxar Technologies получил лицензию на использование своих аппаратов для мониторинга космической среды и продажу этих данных на коммерческой основе. Наличие такой лицензии даёт возможность коммерческим спутникам дистанционного зондирования Земли наблюдать за космическим мусором и другими объектами. Maxar хочет использовать эту возможность для удовлетворения растущего спроса со стороны государственных и коммерческих клиентов на данные мониторингов космической среды и мусора. Генеральный директор компании Дэниел Яблонский сказал, что сервисы космического мониторинга компании могут поддерживать приоритеты госбезопасности, которые варьируются от отслеживания объектов и анализа их характеристик до выявления доброкачественных или агрессивных действий на самой орбите. Четыре спутника Maxar на орбите и так имели возможность мониторинга окружающей среды, но теперь с лицензией от Национального управления океанических и атмосферных исследований на дистанционное зондирование они могут проводить наблюдения на коммерческой основе. Новая лицензия также распространяется на шесть спутников серии Worldview Legion, запуск которых компания планирует на конец этого года. Для Maxar и других операторов наличие точных орбитальных данных влечёт за собой крупные финансовые последствия. Яблонский привёл пример случая, когда спутник обработки изображений Worldview 2, принадлежавший компании Digital Globe, в 2016-м столкнулся с неотслеживаемым обломком. После приобретения Digital Globe в 2017 году Maxar сфотографировала Worldview 2 выяснилось, что повреждения после столкновения были минимальные. Однако в соответствии с лицензией, которую компания имела на тот момент, ей нужно было получить разрешение от NOAA для съёмки собственного спутника. Сейчас улучшение ситуационной осведомлённости на орбите и управление движением спутников является одним из приоритетов в работе Maxar. Maritime Launch Services и Nanorex LLC подписали с Государственным космическим агентством Украины письмо о намерении поддержать развитие программы Кубсатов в Украине. Об этом было объявлено в ходе Международного астронастического конгресса, который проходил в Париже с 18 по 22 сентября. Nanorex — частная американская компания, специализирующаяся на производстве космического оборудования, а также интегрирования и доставки полезной нагрузки в космос. У них даже есть амбициозные планы создать собственную космическую станцию. С Кубсатами у компании большой опыт. На МКС у неё есть собственная платформа для запуска Кубсатов — Nanorex CubeSat Deployer в модуле Kiba, и целый шлюз Bishop, который также позволяет запускать нагрузку в космос с самой станцией. Nanorex имеет опыт и с университетскими спутниками. В частности, компания поддерживает программу Canadian CubeSat Project, в ходе которой 15 студенческих команд со всей Канадой получили гранты на разработку и создание Кубсатов. Нечто схожее планируется реализовать в будущем и в Украине. Участники программы смогут создать Кубсат под менторством специалистов из индустрии. За запуск спутников может отвечать Maritime Launch Services. Эта компания планирует создать первый коммерческий космодром в Канаде и совсем недавно приступила к первой фазе строительства. Maritime Launch Services были у многих на слуху благодаря планам запустить со своего космодрома украинскую ракету-носитель «Циклон-4М». Однако компания также имеет планы на сотрудничество и с другими ракетостроителями. Хотя письмо о намерении — это ещё не контракт с конкретными планами и сроками, этот документ официально закрепляет желание сторон на дальнейшее сотрудничество. А сама инициатива по поддержке спутниковых проектов в университетах — шаг в правильном направлении, поскольку подобные программы являются нормой в странах с развитой космической индустрией и помогают привлекать студентов к непосредственному участию в этой самой индустрии прямо с начала обучения. Кстати, позвольте мне пригласить вас к участию в индустрии YouTube. Сейчас самое время поставить нам мощный лайк — это поможет продвигать дайджесты на YouTube и привлекать новых зрителей. Заранее спасибо! Один из компонентов инструмента ближнего инфракрасного диапазона МИРИ телескопа имени Джеймса Уэбба вышел из строя. По словам руководителей программы, это ненадолго. 20 сентября в НАСА объявили о временном прекращении эксплуатации одного из четырёх режимов инструмента МИРИ. По словам инженеров, во время подготовки к очередному сеансу наблюдений 24 августа один из механизмов инструмента испытывал повышенное трение. В текущем состоянии Уэбб не может проводить спектроскопические наблюдения среднего разрешения. Остальные три режима инструмента — спектроскопия низкого разрешения, коронография и визуализация — не затронуты и продолжают использоваться. Научный сотрудник программы JWST Эрик Смит сообщил, что инженеры НАСА не считают, что текущие неполадки помешают использованию инструмента МИРИ в будущем. Однако в Управлении нацелены понять, что вызвало повышение трения. Паузу в эксплуатации Смит назвал мерой крайней осторожности. На встрече Международного астронавтического конгресса 21 сентября заместитель руководителя НАСА по науке Томас Цурбухин заверил, что волноваться не стоит. «Мы всего лишь делаем перерыв в работе, чтобы убедиться, всё ли в порядке». Помимо этой неисправности Цурбухин отметил ещё две проблемы, с которыми предстоит справиться Уэббу — столкновение микрометеороидов с зеркалами телескопа и загруженность сети дальней космической связи НАСА, также известной как DSN во время миссии Артемида-1. По словам Смита, количество ударов микрометеороидов сохраняется в рамках ожидаемого, однако один из них оказался более сильным, чем рассчитывали в агентстве. Столкновение такой силы ожидается где-то раз в год. Что же касается DSN, потребности первой миссии программы Artemis могут снизить количество времени, доступного для коммуникации с телескопом, с привычных восьми часов в сутки до менее чем четырёх. В таком случае, говорит Смит, работа Уэбба будет распланирована так, чтобы использовать меньше памяти аппарата, позволив ему реже общаться с Землёй. Нам придётся кое-что перетасовать, но наука от этого не пострадает. НАСА решило вернуть СЛС со стартового комплекса 39B в цех вертикальной сборки в качестве меры безопасности из-за приближения урагана. Такое решение было принято 26 сентября после нескольких дней обсуждения руководителями миссии, и оно потенциально откладывает запуск ракеты аж до ноября. В коротком заявлении НАСА говорится, что решение об отмене было принято на основе последних прогнозов погоды, связанных с ураганом Ян, и после того как дополнительные данные, собранные ночью, не показали улучшения ожидаемых условий для района космического центра имени Кеннеди. Отмечается, что такое решение защитит ракету и позволит сотрудникам самостоятельно подготовиться к шторму. Перемещение СЛС в цех началось 26 сентября в 23 часа по местному времени и завершилось утром до начала шторма. Агентство несколько раз переносило возможные даты запуска ракеты и возвращения её в цех сборки. На брифинге 23 сентября представители НАСА чётко отметили, что их главный план состоит в том, чтобы оставить СЛС на площадке и воспользоваться возможностью для запуска 27 сентября или 2 октября. Тогда ураган ещё был безымянным штормом, и прогнозы показывали, что максимальная скорость ветра не превысит 137 км в час. Однако работники агентства параллельно работали и над второстепенным планом, готовясь не только к запуску. К примеру, перемещали гусеничный транспортер на стартовую площадку на выходных, чтобы, если возвращение в цех понадобится, быть готовыми. 24 сентября НАСА объявило, что не будет пытаться запустить СЛС 27 числа. Однако решение о перемещении в цех было отложено сперва до 25 сентября, затем до 26, поскольку шторм двигался на север медленнее, чем прогнозировалось ранее. Такое расписание исключает возможность запуска ракеты в нынешний период, который стекает 4 октября. Следующее окно продлится с 17 по 31 октября, с некоторыми исключениями. НАСА пока не называло возможные даты запуска. Они будут зависеть от количества времени, которое ракета проведёт в цехе, где специалисты, вероятно, будут выполнять технические работы, такие как замена батарей в системе прерывания полёта. По возвращении СЛС на стартовую площадку, её полёт будет возможен не ранее, чем через полторы недели. А если же запуск не состоится и в октябре, следующая возможность будет в период с 12 по 27 ноября. После 10-месячного полёта зонт-ударник НАСА Дарт успешно столкнулся с астероидом Диморф, что 26 сентября в 19.14 по местному времени подтвердили в лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса. Дарт – первая тестовая миссия НАСА по демонстрации технологий защиты планет, а именно попытки смены траектории потенциально опасного объекта. Дарт, зонд размером с холодильник, был нацелен на астероид Диморф – небольшое тело диаметром всего 160 метров. Он является спутником более крупного астероида Дим, имеющего диаметр 780 метров. Ни один из объектов двойной системы не представляет угрозы для Земли. Успешность миссии подтвердила, что НАСА на самом деле может управлять космическим аппаратом для намеренного столкновения с небесным телом, чтобы его отклонить. Планетарная защита – это глобальное действие, которое касается каждого, кто живёт на Земле и объединяет всех нас. Теперь мы знаем, что можем нацелить космический аппарат с точностью, необходимой для того, чтобы поразить небольшое тело в космосе. «Маленькое изменение его скорости – это всё, что нам нужно, чтобы существенно изменить путь, по которому оно движется», – говорит Томас Цурбухин, которого мы сегодня уже вспоминали. Теперь после удара исследовательская группа будет наблюдать за Диморфом наземными телескопами, чтобы подтвердить изменения орбиты вокруг Дидима. Начальные результаты учёные предоставят где-то через две недели. Ожидается, что орбита будет сокращена примерно на 1% или на 10 минут от первоначальных 11 часов 50 минут. Полные исследования с использованием всех возможных наземных средств наблюдений будут длиться около полугода. Результаты помогут проверить и улучшить научные компьютерные модели, которые играют важную роль в прогнозировании эффективности этого метода. Камера Драка, основной инструмент зонда, вместе со сложными системами навигации, контроля и наведения, работала в синергии с алгоритмами SmartNav, что позволило без участия людей различить два близких астероида между собой и нацелиться на меньший. Столкновение произошло на скорости 22 530 км в час, а за несколько секунд до него Драка передала изображение Диморфа крупным планом. Будущая миссия Европейского космического агентства ГЕРА приблизительно через 4 года ставит перед собой цель детального исследования двойной системы Диморфа и Дидима. Она уделит особое внимание кратеру, оставшемуся в результате столкновения с Дарт, а также точному измерению массы Диморфа. NASA и SpaceX подписали соглашение об изучении возможности поднять орбиту телескопа Хаббл при помощи космического корабля Dragon, без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. SpaceX в партнёрстве с программой Polaris предложила это исследование, чтобы лучше понять технические проблемы, связанные с обслуживанием миссий. Это исследование не является эксклюзивным и другие компании могут предложить аналогичное, с разными ракетами или космическими аппаратами в качестве своей модели. Команды ожидают, что исследование займёт до 6 месяцев, в течение которых будут собраны технические данные как с Хаббла, так и из космического корабля SpaceX Dragon. Эти данные помогут определить, удастся ли безопасно приблизиться, состыковаться с телескопом и поднять его на более стабильную орбиту. Интересно, что непосредственно операцией будет заниматься частная космическая программа Джареда Айзекмана Polaris. Именно он организовал первый в истории туристический полёт на орбиту в корабле Crew Dragon в 2021 году, а сейчас готовит миссию Polaris Dawn, в рамках которой частные астронавты могут вообще выйти в открытый космос. В то время как Хаббл и Dragon будут служить тестовыми моделями для этого исследования, части концепции могут быть применены и к другим космическим аппаратам, особенно к тем, которые находятся на околоземной орбите. Хаббл работает с 1990 года на орбите, где молекулы земной атмосферы постепенно тормозят телескоп, из-за чего он постоянно снижается. Подъём Хаббла на более высокую и стабильную орбиту может добавить ему несколько лет жизни. У SpaceX на прошлой неделе было пламя. Значит, на этой должна быть какая-то другая стихия. Например, вода. Теперь большой объём воды защитит конструкции от жара и невообразимого шума 33 рапторов. Испытание было долгим — более 6 минут. Кроме того, добавили металлические панели, которые вы сейчас видите на анимации — они защитят от огня гибкие шланги, подводящие всё, что нужно для запуска внешнего кольца двигателей первой ступени. На сборочной площадке секцию Booster 9 с нижней переборкой бака переместили в цех вертикальной сборки. Отличительной особенностью этого прототипа оказалось отсутствие гидравлической установки. Значит ли это, что уже на девятом прототипе первой ступени мы увидим электрический привод изменения вектора тяги центральных движков? Ответ ищите в будущих выпусках нашего дайджеста. В МакГрегоре SpaceX уже не знает, чем удивить общественность. На этой неделе провели огневое испытание Раптора, и всё было успешно. Необычным же было повторное включение двигателя всего через 9 секунд после первого огневодыхания. Поражает — сколько всего нужно сделать для достижения высокой надёжности и полной многоразовости ракеты. А ещё, похоже, SpaceX что-то знает о будущем ажиотажном спросе на услуги Starlink. На данный момент собрано более миллиона терминалов, хотя на руках у потребителей их намного меньше. К тому же стали продаваться большие терминалы, доступные пока для заказа исключительно владельцами морских судов. Они сочетают в себе более высокую пропускную способность в сравнении с обычными терминалами Starlink и цену в 10 тысяч долларов. Зато обеспечивают связь в любых условиях, даже во время сильных штормов. Запуски 25 сентября с космодрома Ванденберг состоялся старт моей любимой ракеты — Delta IV Heavy. Это последний её запуск с западного побережья США. На орбиту был запущен спутник-шпион серии Crystal. Эти аппараты ещё называют шпионскими аналогами телескопа Хаббл. На нашем канале проходила трансляция этого знакового события. Ну а сам запуск прошёл успешно. Спустя пару часов SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 52-х спутников Starlink. Ракета стартовала с площадки SLC-40 космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Для первой ступени ракеты это был уже четвёртый полёт. Она совершила успешную посадку на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Также 25, 26 и 27 сентября состоялись три китайских запуска. Полезную нагрузку на орбиту успешно отправили ракеты Куайжоу, Чанчжэн-2D и Чанчжэн-6 соответственно. На нашем канале посмотрите большое видео о миссии Европа Клиппер. Это ремейк ролика, который выходил на канале несколько лет назад и большинство из вас его явно не видели. А на сайте почитайте поистине огромный материал в переводе Артура Лебедева о проектах орбитальных заправок и о развитии орбитальной инфраструктуры в целом. Увлекательное чтиво. Все ссылки я оставлю в описании. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш проект на патреоне и ютубе. Благодаря постоянным спонсорам мы можем каждую неделю без пропусков выпускать уже больше 180 дайджестов, писать статьи, делать другие видеоролики и постоянно развивать наш сайт. А еще мы отказываем рекламодателям и не размещаем на ютубе интеграций, только встроенную рекламу Google, которую каждый желающий может отключить. Вы позволяете нам самое главное — быть независимыми, говорить то, что мы думаем и заниматься тем, что любим. А мы взамен стараемся обеспечивать спонсоров небольшими и приятными бонусами. Так что если можете и хотите нас поддержать — самое время сделать это по ссылкам в закрепленном комментарии. Там же можно отправить и разовый донат. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok